Мы находимся в доме Зубра. Раньше вообще вся территория Европейской России была населена этим крупным и очень самобытным зверем. Сейчас он остался только в нескольких очень ограниченных местах. В частности, здесь в охотничьем хозяйстве Петровское, где существует на вольном содержании стада зубров, я подчеркиваю, на вольном, и его количество здесь уже превышает 120 голов. Хотелось бы думать, что зубр теперь навсегда останется в Европейской России и станет объектом спортивной охоты и охотничьего промысла. Европейский зубр – один из крупнейших быков мира. И это самое большое наземное млекопитающее, обитающее в России в исторический период. За счет своих размеров и стадного образа жизни зубры очень уязвимы перед человеком. К началу 20 века две популяции зубров в Российской империи сохранились только на территории двух императорских охотничьих хозяйств – в Кубанской охоте и Беловерской пуще. Да-да, прославленная Беловерская пуще была большую часть своей истории именно охотничьим хозяйством. В Первую мировую и Гражданские войны зубры в этих местах были полностью истреблены оголодавшим местным населением, ведь с исчезновением царской власти охранять их стало некому. В течение последних ста лет популяция зубров в России понемногу увеличивалась и сегодня достигла 1200 особей. 10% от этого их количества сегодня опитают на территории охотничьего хозяйства Петровская, Калужской области. Вся эта популяция выросла из девяти особей, выпущенных в хозяйство в 2007 году. Четыре взрослых самца и две взрослые самки были привезены из Окского заповедника, и еще один взрослый самец и две взрослые самки из Приокско-Террасного заповедника. Итого пять самцов и всего четыре самки. Сегодня здесь живет уже 111 животных. Все это благодаря правильной охране и регулярному кормлению. В частности, в первом квартале 2022 года на подкормочные площадки выложено 225 тонн разного вида корма. Мы находимся вблизи деревни Андреевская, где располагается наша охотничья база. Находимся на месте одной из подкормочных площадок. Вот, всего у нас их 18. 18, да? А площадь хозяйства какая? 18,3 тысячи гектар. То есть на тысячу гектаров подкормочные площадки? Ну, примерно так. Ну, видим на подкормочной площадке зерно, сено, следы присутствия диких копытных животных, которых мы в зимний период активно подкармливаем, поддерживаем. Видим следы зубров, которых у нас на сегодняшний день насчитывается 111 особей. Вот, мы активно их охраняем, подкармливаем, сохраняем популяцию, пытаемся их размножить. Не, а они хорошо размножаются? Вот со скольких начиналось? Все начиналось с 2007 года, когда нам завезли 9 особей. Мстислав, скажите, пожалуйста, зачем здесь на краю подкормочной площадки вот эта вышка? Данная вышка предназначена для наблюдения за дикими животными, ну и, соответственно, для охоты на них. Скажите, пожалуйста, а на каких животных охотятся в вашем хозяйстве? Вот на зубров, я насколько понимаю, охота запрещена пока. А вот кто здесь есть еще? Ну, в основном на этих площадках у нас преобладают олени. Пятнистые олени у нас, на него в основном охотимся. Кроме кабанов и пятнистых оленей на площадке никто не ходит из зубров, естественно? Ходят еще, конечно, косули. А, кстати, косули много? Косули достаточно, да, много. Охоту на них ведете, трофейную? Мне интересно, кстати. Ну, ведем мы трофейную и так добываем молодняка. Современные охотничьи хозяйства интенсивного типа часто играют большую роль в охране редких и исчезающих видов. Например, в Приморском крае охотничьи хозяйства такого уровня вывели численность пятнистого оленя до такого состояния, что его стало возможно исключить из Красной книги. Однако на сам процесс исключения этого животного из Красной книги Российской Федерации ушло около 20 лет. Столько же, сколько его потребовалось на его восстановление. Крупные, сильные охотничьи хозяйства служат центрами охраны и распространения амурского тигра. Хотя бы потому, что служба охраны в них поставлена лучше, чем в заповедниках и более гибко. Однако охотничье хозяйство тоже вправе претендовать на какие-то преференции от охраны редких животных на своей территории. От продажи диких животных в другие охотничьи хозяйства и на охраняемые территории, до продажи очень выскооплачиваемых охотничьих туров. В частности, отстрел зубра в Белоруссии, где на территории Беловежской пущи на него ведется тщательно рекламентируемая охота, стоит в пересчете на современные российские деньги около 3 миллионов рублей. Ну, они все площадки знают. Было время, ну, давно еще, мы вообще далеко как бы кормили зубров на дальних площадках, значит, и вообще не старались их куда-то притягивать. Потом идея возникла, надо их поближе к базе подтянуть. Начали, соответственно, кормить их ближе к базе. В результате, да, они пришли, вот, стали уже жить рядом с базой. Ваптислав, ну вот расскажите, пожалуйста, про это сооружение, о, Маузер, вообще, Маузер Самара. Да. И зачем оно и как функционирует? Ну, на самом деле, беда с африканской чмой не обошла и нас. Ну, на тот момент животных стало настолько мало. Пришлось применить вот такую технологию, значит, бочка с зерном была, устанавливали автоматическую, автоматический разбрасыватель зерна. Я гляжу, что робота здесь не кабанья. Ну, вот следы зубров. Вот они четко видны. Олени здесь, конечно, тоже. О, большие капуты. Да, это вот все зубриное. Вот, сено съели. Надо сейчас будет подвозить. Тоже зубры. Зубры, олени. Даже вижу, что... Зайцы. Лось был. Лось был? Ну, вот это вот покрупнее, это лосины. Вот так. Погружили, да? Нет, я вот туда смотрю. Пониже. Вот маленькие-то олени, а вот большие-то лосины. Так-то мы валим ежегодно лосину. Ну, как мороза ударит, как она только законсервированная становится, тогда ее подваливаем. Вот, ну, животные... Не всегда, кстати, животные едят подваленные осины. Найдут лучше в лесу, где-то заваленные ветром, там будут и есть. А вот есть, которые подвалили, не всегда. И вот замечалось много раз. Станут, найдут, вот осину себе. От чего зависит? Непонятно? Ничего. Вот не понравилось им там, и все. Сейчас, кстати, довольно часто начала встречаться такая... А вон стоят. Это олени. Встречается такая ситуация, что олени со сломанными ногами. Ну, я, ну, как бы, вот, размышлял на эту тему. Ну, это понятно, что ни петлями там, ничем, ну, то есть, они это не ловят. Они ломают ноги вот из-за нас-то. Проваливаются, то есть, на излом. И, ну, вот здесь, в основании их ломается. Очень часто, вот, когда сильный нас, встречается это. Ну, кстати, очень много дуба. Когда вот урожайный год, все, все олени, все зубры, все кабаны бегом бегут в дубравы. Все кушают активно, жёлутся и набирают запасы на зиму. Тоже снимали зубры. Вот. Ну, и репортер там, девушка была. И мы, ну, едем, как бы, разговариваем. Соответственно, олени тут всё это дело. Она говорит, я против охоты. Я говорю, ну, а в чём проблема-то? Ну, это вот жестокое обращение тут с животными, всё такое. Я говорю, ну, как, это не жестокое, это охота, как бы, это исконно там. Древнее занятие. Она говорит, ну, я ей рассказываю, что приятно же, когда возле дома живут животные, когда их видно, да, когда в лесу следы встречаются ихние, ну, в изобилии так. Вот. Она такая говорит, лучше тогда не было вообще животных в лесу. Я говорю, ну, это же совсем грустно, когда в лесу нету никого. Это же просто печально. Ну, так подискутировали, но, в общем, она своего мнения не поменяла. Вот здесь мы 54 зубра я насчитывал, вот на этом поле. Стадо большое было. Вот это всё мелиоративная, как бы, да, система старая была. Ну, мелиорация. Вот, а мы, ну, все поля вот эти сеем. Вот здесь сейчас могут быть зубры тоже. Здесь много, здесь вот большое стадо было. Вон, косомки, вон, есть. Побежали. На подкормочной площадке не видно никого. Да, пока еще никто не выходил, зерно лежит. Может, косу лезть там. Вот пруд наш начинается. Вот этот канал мелиоративный. И вот он там вдалеке видно, Шандору. Гидротехическое сооружение. Плотина большая. Ну, 45 гектар примерно пруд. Сено оставили. Смотрю, заяц начал ходить. А, вот они. Два поросенка сюда убежало. Вон они. Сейчас будут через... Вон они бегут через площадку. Они не побежали. Вон остальные побежали. Стислав, а кто этот погром древесный учинил? Такой глобальный, вселенский, я бы сказал. Нет, это не олени. Это, конечно же, сделали зубры, которые используют... Ну, пользуются вот той подкормочной площадкой, которая находится сзади нас. Они регулярно сюда приходят, регулярно питаются. Ну, и, соответственно, меняют окружение свое лесное. Ну, как любое крупное животное, вот слоны в Африке под себя точно совершенно подстраивают экосистему. Да, 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 естественно, все. Ну, да, здесь тоже почти... Подлесок... Стараются убрать подлесок, ну, для того, чтобы лес был просматриваем, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Ну, примерно так. Ну, да, сейчас еще заедем на подкормочную площадку. Там будет, конечно, тоже прилично выглядеть все. Да. Ну, это и зубры, и это... Олени. Это старая вот вышка была. Это все делянки были. Раньше было много делянок, вот там дальше все делянки. И было лосей прилично. Ну, соответственно, все подрастало. Переросло. Да, переросло все. И все. И лоси, ну, соответственно, ну, держат то количество, которое лес может прокормить. Сколько у вас слонцов примерно на хозяйство? Ну, по норме, как должно быть на тысячу гектар один слонец, ну, у нас их в два раза больше примерно. А дает это эффект? Сказывается это вообще? Да, конечно. Конечно, сказывается. Живут, знают, где у них слонцы и активно живут вокруг них. Это уже такой же слонец, только под крышей. Крыша нужна для того, чтобы просто соль дольше стояла, то есть не размывалась с осадками и ну, больше ничего она не дает. А вон зубр стоит. Можно наверх, конечно, подняться. Зубр-то он побежал вон в лес сразу. Сегодня зубр на территории охотничьего хозяйства чувствует себя как дома. И не стоит думать, что это полудомашний прикормленный зверь. Да, зимой он посещает подкормочные площадки, но все теплое время года это осторожный, аккуратный в отношениях с человеком и очень скрытный зверь. Просто в современные зимы без поддержки со стороны человека ему не выжить. Ни в охотничьем хозяйстве, ни в заповеднике. Но что будет, если человек перестанет ему оказывать такую поддержку? Этого мы не знаем, да и не хочется узнавать. Плотность зубров в охотничьем хозяйстве Петровское превышает нормативы, разработанные государством, более чем в два раза, что наносит серьезный ущерб лесным участкам и провоцирует серьезный конфликт с другими видами животных, преимущественно с лосями и оленями. Последние в нем проигрывают и вынуждены отходить в участки угодий, менее пригодные для их обитания. У нас это уже вторая. Первая стратегия была во втором году, в 2002 году. Сейчас доводится до ума, так сказать, очередная стратегия. Это как бы свод правил и действия, которые направлены на сохранение зубра. Там расписаны участники, их довольно-таки много, то есть Минприрода, научные организации, ООПТ и так далее. И, собственно говоря, она может и будет претворяться жизнь, и это некоторый документ, который подписывается как минимум на уровне министерства. Но реальность будет в том состоять, насколько она будет оплачиваться, финансироваться вот эти все подразделения, темы, которые там прописаны. Это краснокнижный вид, который, в общем-то, под крышей, в данном случае, озубри, под крышей государства, и работа оплачивается государством. Ну, возможно, привлечение, так сказать, средств, так сказать, компаний частных. Вот, она обсуждается, на это надеются, а там уже как пойдет. Там как бы две планки. Это первое, это доведение до тысячи голов, так называемой среднерусской популяции, которой мы гордимся, которая сейчас самая крупная в мире, и общая численность в России достижения трех тысяч особей. Вот это, как бы, так сказать, такая вот, ну, мера, которую хочется достичь. То есть, мы в мире по числу зубров примерно на втором, третьем месте. Первый сейчас, естественно, братская Белоруссия, вот, затем, значит, потеряв первое место, сейчас Польша, вот, и где-то вот мы там нос к носу должны быть в этом году вот с Польшей. Суммарная площадь всех заповедников и национальных парков в России составляет не более 3% территории страны. В своей деятельности они ограничены очень жесткими рамками финансирования ФБГУ. Буквально шаг в сторону от утвержденной программы грозит административными наказаниями для руководства. А то и кое-чем хуже. В то же время, в возможном ареале зубра в европейской части России площадь территорий, арендованных охотничьими хозяйствами приближается к 80%. Как показал опыт общения с государством, заинтересованность в группировках такого формата и взаимодействия с охотничьими хозяйствами у профильных госорганов вопреки принимаемым стратегиям по восстановлению данного вида отсутствует. Что закономерно ставит крест на создании крупных популяций, которые охватывают как территорию заповедников и национальных парков, так и охотничьих хозяйств. Изначально было 9 животных, 6 самцов и 3 самки. То есть самок было гораздо меньше, что и повлияло на не такой быстрый рост численности. Привезли, на передержке они побыли, их выпустили. На следующий год у них уже появились телята. это говорит о том, что животные были в хорошем состоянии. В ближайшие несколько лет численность начала расти. Те животные, которые были на передержке, которые привезли, они были довольно ручные, подходили близко на подкорочных площадках, реагировали на призыв. То есть был один бык, которого звали Мейсон, стоило покричать в лесу Мейсон, Мейсон, зубры приходили, значит, мы им высыпали зерна, они подпускали очень близко, никто даже не предполагал, что через какое-то время так разрастется эта популяция и в конечном итоге мы сейчас будем думать о ее расселении. Если они как-то расселяются, то это, конечно, пока не очень заметно. Не знаю, как будет дальше. Сейчас основная группа живет все-таки на нашей территории, на той территории, которую мы охраняем, на которой мы как бы точно знаем, что с ними ничего не случится. Когда они уходят за пределы нашей территории, там мы уже бессильны. Прошло много лет, сменилось много животных, они сейчас стали дикими, абсолютно дикими, абсолютно не доверяют человеку. Они уходят, явно уходят. Наверняка это уходят единичные особи, выходят за территорию, приходят. Это неоднократно наблюдалось. Мы видели за пределами нашей территории зубров. Общаемся с охотпользователями, которые находятся за нашим периметром, то есть с прилегающих территорий, они подтверждают, что у них на подкормочных площадках, ну и вообще на территории бывают зубры. Вопрос поднят, пытаемся добиться каких-то разрешений на расселение зубров. Мы добились приличных результатов из горсточки животных до полноценной популяции, которая живет на территорию нашего охотчего хозяйства. Мы безвозмездно их, скажем так, содержали, охраняли. Итог, как бы, вот та популяция, которая сейчас есть на нашей территории. У нас оседлых лосей ориентировочно 50, ну плюс-минус. Лосей, оленей 300- пятнистых до 300-400, 150 примерно косуль. Ну, есть зубры. Зубры у нас краснокнижные животные, ну, их вот добрая сотня. Иногда кабаны заходят до распределяющих территорий, берем разрешение на регулирование численности и регулируем. У нас два больших водоема, вот, есть более мелкие водоемы, во всех водоемах есть рыба, вот, рыбалкой многие увлекаются, поэтому рыбачим, добываем красивых рыб, фотографируем, если рыба трофейная, отпускаем ее, то есть бережно относимся к нашим ресурсам. Когда-то были конфликтные ситуации с местным населением, вот, но спустя некоторое количество лет мы нашли общий язык, активно общаемся, дружим, помогаем друг другу, и у нас на сегодняшний момент проблем с этим абсолютно нет. Основателей было 9, вот, сейчас их больше 100, то есть за вот эти примерно 15 лет численность животных увеличилась более чем в 10 раз. Для примера в Кокасский регион в 60-х годах было привезено более 300 зубров, сейчас там, ну, по прошлому году примерно полторы сотни, вот, а здесь более чем в 10 раз, понимаете, да, результат. То есть естественно это качественная охрана, в первую очередь сохранение животных, второе, видимо, качественная подкормка, и такой эффектный результат. Если не будем говорить там о генофонде, инбридинге будущем и так далее, то есть реально возможности хозяйства, так сказать, возможности специалистов, которые там, говорят о том, что за умеренное количество времени можно ситуацию изменить кардинально. Разведение этого зверя в охотничьих хозяйствах должно опираться на возможность разумного его хозяйственного использования, что невозможно при существующих установленных Росприроднадзором ограничениях. В то же время очевидно, что деятельность буквально десятка хозяйств, подобных Петровскому, в состоянии за 10 лет вообще решить проблему сохранения зубров в России и вывести их из категории исчезающих животных, превратив в обычный промысловый вид. Однако, как в ситуации с другими охраняемыми видами, природоохранным структурам, как государственным, так и общественным, выгоднее сохранять их в немногочисленном состоянии. Ведь это дает возможность получать и распределять в закрытом порядке зарубежную грантовую помощь приближенным организациям и лицам. Уходит вид из категории охраняемых. И на что же тогда получать и распределять деньги? А кто вот так кусты-то у вас поел? Зайцы такие, разумеем, скабана? Ну, на самом деле мы сейчас видим нагрузку, которую несет лес при большой плотности населения животных, которые питаются веточным кормом в зимний период. Это олени и, соответственно, у нас тут зубры. Вот их количество приличное. Соответственно, страдает лес очень сильно. Очень активно поедает веточный корм. Если посмотреть приблизить, многие кусты съедены практически до половины. Им что не хватает того корма, который вы вывозите? Сколько вы вывозите ежедневно корма в угодье? Ежедневно у нас норма как бы тонна бывает больше. Это зерна. Плюс мы вывозим сено, соответственно, на подкормочном площадке разбрасываем. Такой интенсивной подкормки вот такой нагрузку. Сколько глаз видно. Если посмотреть туда дальше, это все поедем. Сегодня у охотничьего хозяйства Петровское в связи с тупиковой ситуацией по использованию данного вида не остается другого выхода, кроме как ограничить доступ взрослых зубров к подкормочным площадкам, что вынудит животных стихийно расходиться по окрестным территориям. В этом случае часть из них будет ждать судьба зубров из Брянского заповедника, которые вышли за пределы охраняемой территории и были отстреляны браконьерами. Очевидно, что зубр преобразует территорию, на которой он живет, в соответствии с задачами своей биологии. Как каждое крупное травоядное живое существо, например, саванный пейзаж Африки в значительной степени сформирован огнем, антилопами и слонами. Интересно, что реально восстановив популяцию зубров, мы будем иметь возможность увидеть наши леса в том виде, в каком они были до Рюрика, населенные огромными, гордыми и независимыми гигантами. Что нам для этого надо? Субтитры создавал DimaTorzok